Дорогие друзья, мы продолжаем изучение законов о чертах характера Рамбама, 5 глава, 5.11. Знатоку Торы не следует кричать, не орать во время разговора, подобно скотам и зверям. Не следует сильно повышать голос, но спокойно говорить со всеми людьми. Спокойной речи мудрецов слышнее крика сказана в Когелет. А говоря спокойно, пусть остерегается говорить жеманно, чтобы не показалось, что его речь, чтобы не казалась его речь, или не показалась его речь речью позера. Этот отрывок поднимают комментаторы, ссылаясь на Кедушин и главу Менин в трактате Дерех Эрес. То есть, знатоку Торы следует употреблять либо принятые в ученом мире слова, либо те, что в ходу среди простого народа, но не вычурные. Ему также не следует жеманно, тянуть гласно и так далее. Он первым приветствует любого человека, так сказано в Пирке Авод, чтобы все были им довольны. Тоже сказано в Пирке Авод, тем, кем довольны люди, доволен Всевышний. Он судит людей с лучшей стороны. Тоже Пирке Авод. В комментариях к Мишне Рамбам объясняют это высказывание так. Если неизвестный тебе человек совершает поступок, который равно можно счесть дурным или хорошим, исходи из того, что его поступок хороший. Если известный тебе праведник совершает поступок, который хорошим можно счесть только при множестве оговорок и допущений, исходи из них. Потому что сказано, всякие, кто подозревает достойных, наказуем. Если известный тебе злодей поступает дурно, но при множестве оговорок и допущений можно счесть, что это добродетельно, все равно исходи из того, что поступок дурно. Вот так все серьезно. Так вот, говорит о человеке только то, что достойно похвалы и никогда не рассказывает о том, что достойно порицания. Он любит мир и стремится к миру. Тоже из Мишни Перки, а вот в комментарии к Мишне Рамбам рассказывает следующее. Когда Арону становилось известно, что некто совершает дурные поступки, он его привечал, часто беседовал. И человеку становилось стыдно. Вот Арон считает меня приличным человеком, общается со мной. И он раскаивался в своих делах. 5.12 Если видит, что его слова могут быть услышаны и принесут пользу, говорит, если нет, молчит. Сказано так в пояснениях. Как заповедно человеку говорить, когда к нему прислушаются? Так заповедно промолчать, когда слушать не будут. Каким образом? Не пытается уговорить ближнего, пока тот в гневе. И не предлагает отменить обед, который некто дал только что, пока тот не остынет и не успокоится. Не утешает скорбящего, когда его покойный близкий лежит перед ним до похорон, так как мысли того спутаны. И подобное этому не предстанет перед человеком, когда тот сделал нечто недостойное. Комментарий такой, что грешник сам следит за своего поступка. И подобное мы видим, когда согрешил первый человек. Всевышний не сразу явился к нему, а только после того, как тот сделал себе повязку. Так вот, он не предстанет перед человеком, когда тот сделал что-то недостойное, но закрывает на это глаза. В Перке вот сказано. Все, все это правило поведения для укрепления отношений между людьми, чтобы слова употреблять вовремя, используя. 5.13 Не отклоняется в речах от истины. Комментарий такой, что в Торе заповедано, от лжи удались. В нашем мире лжи ни одно высказывание не может быть абсолютно истинным. Даже на вопрос, который час, мы отвечаем не точно. И потому Тора предписывает удаляться от лжи. И не более. Впрочем, Рамбам не напоминает, не упоминает это повеление в книге заповедей, относя стих к предписаниям судебной этики. Так вот, он не уклоняется в речах от истины, не прибавляет и не убавляет, разве что ради мира или по другой причине такого рода. Сказано в законах о хищении и пропажах. Отклоняется от истины только ради мира по поводу трактата «Постели, дома, где ночуют». А именно, указывает на тот трактат, которым занят, чтобы ему не задавали вопросов по изучаемому. Указывает на ту постель, в которой спал. Вдруг в ней обнаружат следы полюции. Остановившийся в гостях у одного говорит, что остановился у другого, чтобы не беспокоили хозяина. Или ради установления мира между людьми, чтобы помирились. Это те причины, которые оправдываются, если человек говорит неправду, не точно. Так вот, пусть говорит только истину, или слова милосердия, или мудрости, и тому подобное. И пусть не болтает с женщиной публично, даже с женой, или сестрой, или дочерью. Запрет болтать на улице с родственниками, объяснен в Талмуде. Не все знают, кто его родственник. Иными словами, как бы не заподозрили знатока Торы во флирте. Пункт 5.14 Не должен знаток Торы ходить, задрав голову и вытянув шею. То есть, скромность должна проявляться во внешнем облике. И сказано, ходите, ходите, задрав голову и делая знаки глазами. Не должен ходить. И не должен ходить, плавно выступая. Буквально приставляя пятку к носку. Как женщины, или позеры, о чем сказано. Идите, плывущей подходкой, бринча браслетами на ногах. Там же сказано. Вишиягу. Пункт 5.15 И не должен бегать по улице, и вести себя, как сумасшедший. И не должен сутулиться, как горбатый. Но пусть смотрит вниз, как будто стоит на молитве. Во время молитвы глаза смотрят вниз, а сердце устремлено ввысь. И идет равномерно, как человек, занятый своими мыслями. Пункт 5.16 Даже по походке человека заметно знаток он Торы. Ответственный человек или безответственный глупец. Об этом сказал Шлома в мудрости своей. Даже на избранной дураком стезе ума не хватает ему. И всем видно, это дурак. Сказано в Хуэлит. То есть, дурак всем своим видом свидетельствует, что он дурак. 5.17 Одежда знатоков Торы пристойна и чиста. Нельзя, чтобы на ней была грязь или жирное пятно и тому подобное. Комментарий к Мишне Микваот. У нас есть обязанность, возложенная на знатоков Торы. Они должны отличаться чистыми одеждами. Они должны строго следить за чистотой одежды. О чем в Талмуде есть множество предупреждений. Вплоть до того, что сказано. Знаток Торы, на одежде которого есть пятно, достоин смерти. Нельзя надевать ни царскую одежду, например, расшитую с золотом и пурпуром. Рави Минахом Краковский здесь помечает возможный источник из трактата Шаббат. Почему вавилонские знатоки Торы столь примечательны своими одеяниями? Потому что они не люди Торы. А тем, кто знает Тору, не следует отличать себя одеяниями. В книге заповедей Рамбам цитирует Медраж, в котором пурпурные одеяния названы подражением другим народам. И появление этого закона здесь можно понять, как запрет одеваться подобно служителям культа других народов. Так вот, такую одежду, расшитую с золотом, не стоит одевать и пурпуром, на которой все глазеют, не нищенскую одежду, унижающую того, кто ее носит, но обычную простую одежду. Пять восемнадцать. Пусть не просвечивает тело сквозь одежду, как сквозь легчайший лен, производимый в Египте. Имеется в виду весон. И нельзя носить одежду, волочащуюся по земле, как наряды щеголей, но до пяток, рукава до кончиков пальцев. Поясняется, что правила приличия в одежде рамбам выводят из законов об одеянии храмовых священников. То есть, длиной до пят, и длина рукавов до кончиков пальцев. Даже указание, что сквозь одежду не должно просвечивать тело, взято из рассказа Талмуда, где священников в таком одеянии не допустили до службы в храме. Нельзя распускать плащ, чтобы не выглядеть, как щеголь, разве что в субботу, если нет сменной одежды. Здесь подразумевается, что в будни, в будние дни плащ и накидка, которые в античном мире носили поверх одежды, обычно подвязан, чтобы не мешал работать. И в свободно распущенном плаще ходят только состоятельные люди, которым работать нет надобности. Так вот, если нет сменной одежды, только что в субботу, да, можно вот так одеваться, если нет сменной одежды, то есть, нарядной одежды субботний источник, также в трактате шаббат. Так как в субботу не работают, то свободно висящие одежды не свидетельствуют о праздности хозяина. И нельзя носить латанную, заплата на одежде, обувь летом. Но зимой, если человек беден, можно. Мы остановимся здесь. Следующий пункт, с которым мы продолжим, с Божьей помощью, 5.19. Хорошей недели и замечательное настроение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!